Здравствуйте! Еще одна очень интересная задача на скорость, расстояние и т.п. Как и в предыдущей задаче, мы будем использовать переменные вместо конкретных значений. Итак, Аня и Боря выехали на велосипедах одновременно, только Аня выехала из пункта А, а Боря – из пункта В. Они ехали с постоянной скоростью навстречу друг другу. Пусть Аня едет со скоростью ВА, а Боря – со скоростью ВВ. Через 30 минут они встретились. Значит, они встретились где-то между пунктами А и В. Ну, допустим, вот в этом месте они встретились. А чему равно вот это расстояние? Известно, что у обоих ушло 30 минут, чтобы добраться вот до этого места. Правильно? Через 30 минут они встретились. Аня приехала в пункт В первой, и добралась она туда спустя 20 минут после встречи. Значит, чтобы преодолеть это расстояние, Аня потратила 30 минут. Но давайте сначала выясним, чему равно это расстояние. Мы знаем, что С равно В, умноженное на Т. Какое же расстояние в целом проехала Аня? Итак, Аня ехала со скоростью ВА. И чтобы добраться до этого места, у нее ушло 30 минут. Значит, вот это расстояние равно ВА умножить на 30. Мы полагаем, что время измеряется в минутах. Аня приехала в пункт В первой, и добралась она туда спустя 20 минут после встречи. Значит, вот это расстояние она проехала за 20 минут. Аня едет с той же скоростью, и едет она 20 минут. Поскольку С равно ВТ, то вот это расстояние равно ВА умножить на 20. Все правильно. А на сколько минут позже приедет в пункт А Боря? Боря выезжает из пункта В вот в этом направлении. Здесь они встретились, и он продолжает движение к пункту А. Смысл в том, что для того, чтобы добраться до места встречи, у обоих ушло 30 минут. Тогда чему будет равно вот это расстояние относительно скорости Бори? Так как С равно В, умноженное на Т, а время, за которое Боря проезжает это расстояние, равно 30, и едет он со скоростью ВВ, то вот это расстояние равно 30ВВ метров. Не для скорости, не для расстояния единицы измерения не даны, поэтому пусть будут метры. Так что если здесь скорость метров в минуту, то, соответственно, и расстояние будет в метрах. Таким образом, вот это расстояние равно 30ВВ. И нам нужно выяснить, сколько времени у него уйдет, чтобы добраться вот отсюда до пункта А. Если мы это выясним, то задача, считайте, решена. Как же нам это сделать? У нас уже есть отношения между переменными ВА и ВВ. Это одно и то же расстояние. Неважно, с какой скорости за какое время оно пройдено, главное, что это одно и то же расстояние, оно не меняется. Значит, мы можем сказать, что 30 умножить на ВВ, скорость Бори, равно 20 умножить на ВА, скорость Ани. И теперь давайте выразим скорость Ани через скорость Бори. Для этого мы разделим обе части выражения на 20, и у нас получится 3 вторых скорости Бори равно скорости Ани. Так? А чему равно вот это расстояние относительно скорости Бори? Мы знаем, чему равно это расстояние относительно скорости Ани. Оно равно 30 умножить на скорость Ани. А чему будет равно 30ВА относительно ВВ? Если мы умножим на 30 вот это выражение, тогда в правой части у нас будет 30ВА, и в результате мы получим 30ВА, умноженное на ВВ. Давайте так и поступим. В правой части у нас расстояние, вот это расстояние 30ВА. То есть, чтобы проехать это расстояние, Аня потратила 30 минут. И это то же самое расстояние, выраженное через скорость Бори. 30, умноженное на 3, 90, 90 делить на 2, 45. Значит, 45ВВ. Вот это расстояние равно 45ВВ. Итак, С равно В, умноженное на Т. Это у нас скорость, умноженная на время. Значит, вот это то количество минут, которое Боря потратил, чтобы добраться до пункта А. А какой у нас вопрос задачи? Насколько минут позже приедет в пункт А Боря? Итак, сейчас они вдвоем в этом месте. Спустя следующие 20 минут Аня уже здесь, а Боря только спустя 45 минут доберется вот сюда. Через 45 минут он приедет в пункт А. Чтобы добраться до пункта В, у Ани уходит 20 минут, а у Бори, чтобы добраться до пункта А, уходит 45 минут после их встречи почти на середине пути. А значит, Боря приедет в пункт А на 25 минут позже. Таким образом, ответ – 25 минут. Давайте я запишу его. 25 минут. Еще раз перечитаю вопрос. На сколько минут позже приедет в пункт А Боря? Да, все верно. Он приедет на 25 минут позже. Если бы в задаче спрашивалось, сколько времени после встречи Боря будет ехать до пункта А, тогда ответ был бы 45 минут. Но у нас спрашивает, на сколько минут позже. Или другими словами, на сколько минут раньше Аня приехала в пункт В. На сегодня все. До скорых встреч!